Доброго времени суток, дамы и господа. Процесс одевания в Diablo 4 довольно-таки интересен. Мы можем взять редкую вещицу, повешать на неё аспект, и она уже станет легендаркой, которая будет для нас просто идеальна. Но при этом, конечно же, стоит учитывать силу предмета, которая имеется на этой вещице. Условно, для колечек или ожерелья это не особо важно, но вот оружие, конечно, хочется иметь как можно выше силой предмета. Само собой, дропнуть что-то конкретное, откуда-либо это круто. И именно эти элитные мопцы помогут нам в данном занятии. Суть в том, что когда мы путешествуем по миру, мы можем найти небольшие блики, небольшие искорки на карте. И именно там находится элитный моп, с которого падает определенная вещица. Я уже пробежался абсолютно по всем, и лут примерно получился такой. То есть 20 различных предметов. Само собой, у них разная сила предмета. Само собой, при спавне этих элитных мопов их можно килять вновь. Какого-либо ограничения на лут в целом нет. То есть убили, полутали, убили, полутали. Я там пролутал три разных кинжалика, оставил самый лучший по силе предмета. То есть даже находясь на четвертом уровне мира истязания, мы можем с этих элитных мопцов получать священные вещи, которые нам не особо-то и нужны. Но если вы, например, только перевели свой мир в четвертый режим, то в целом сразу получить какой-то кинжалик, арбалет, это довольно-таки неплохо. Что мы можем получить? Можем получить меч, наследная булава, обычно, да, булава имеется в виду, колечко, посох, перчатки для волшебника, или, не знаю, вообще в целом просто перчатки. Может, мне так прокнули то, что испопеление для волшебника. Далее, ножки для друида. Наверное, все-таки для друида, да. Колечко, ожерелье, нагрудник, ожерелье, шапка. Дальше, двуручный меч, жезл, колечко. Это что? Средоточие для некроманта, да? Окей. Кинжалик, арбалет, ожерелье, ступни и колечко. Примерно в таком порядке будут идти элитные мопцы. Под видосом будет нумерация. Работа сделана глобальная. Думаю, комментарий, лайк поставить, реализовать можно. Также стоит заметить то, что абсолютно все эти вещицы имеют при себе три каких-либо плюсика, только три атрибута на них имеется. Цена их продажи — две золотых монеты, то есть фармить элитных мопцов с целью того, чтобы перепродать эти вещицы. Идея такая себе, но в этом есть некий плюс. Мы, когда перековываем вещицу, то ее перековка стоит всего шесть монеток. Это не сто тысяч, это не миллион, это не восемь миллионов. Начнем с Киавашада и бежим вверх. Нас ждет первый элитник, который даст нам первую вещицу — кинжалик. Второго мы найдем чуть левее и ниже. Для этого нам нужно телепортироваться в Настраву. Убив второго элитника, мы получаем булаву. Третий элитник, деревце, находится рядом с поселком Министад. Оно дает нам колечко. Очень хорошее колечко для некоторых классов. Последний элитный моп, обитающий в расколотых вершинах, находится в самой верхушке этих вершин, рядом с убежищем племени Медведя. Телепортируемся туда и бежим чуточку выше на ледяную равнину. Там нас ждет сектант, с которого мы получим посох. Перемещаемся в следующую локацию — скосглин. Нас интересует гостиница «Толстая гусыня». В тот момент, когда я уже открыл карту, была видна искорка. Да, именно там и находится элитный моп, который даст нам перчатки. Телепортируемся в Керригор, основной городок этой локации, и нам нужно уйти вправо. Нас ждет элитник, который подарит нам штанишки. Для быстрого попадания на следующего элитника, нам нужно телепортироваться в деревню Форобру. В лесочке сверху будет обитать кровавый маг, с которого мы вылутаем кольцо. Кровавый лесок, кровавое пастбище, не знаю даже, как правильно назвать. Рядом находится деревня Термар, телепортируемся туда, убиваем элитника, который находится в этой кровавой зоне, и получаем ожерелье. Переходим в следующую локацию под названием «Сухие степи». Нам потребуется телепорт «Приют судьбы». Бежим, бежим потихоньку, и видим ледяную глыбу. Именно тут будет сидеть элитный моп. Уверен, вы его не пропустите. В награду за его убийство мы получаем нагрудник. Телепортируемся в Аниксовую башню, идем чуточку ниже и правее, на равнину. Там нас будут ждать козлоногие, и элитник находится там же. Убиваем, получаем ожерелье. Наше новое место для телепортации поселок Джерандай. Уходим далеко вправо, нас ждет варвар. Из этого варвара мы дропаем в варварский шлем. Следующий элитник находится рядом с морем. Для быстрого попадания туда телепортируемся в Алзууду и бежим к берегу. С него мы получим двуручный меч. Приступаем к следующей локации под названием Кеджистан. Телепортируемся в Алтай Разорение и бежим по метке. Будет статуя. В этой статуе находится элитный моп. Ударив по статуе, появится дух, которого нам и нужно убить. Именно в этом отрывке демонстрирует то, что можно без ограничений убивать элитника и получать с него разной мощи добычу. Телепортируемся в Тарсарак. Тут нас ждет элитный моп, с которого выпадет колечко. Переносимся в столицу Кеджистана под названием Геакуль. И справа нас будут ждать сектанты, с которыми придется поговорить целых четыре раза. Превращается гуманоид в Суккубу. Убиваем Суккубу и пролутываем уникальную вещицу. Снова отправляемся в Геакуль. Метка уже поставлена. И бегу к огромному Скорпиону. С него падают кинжалы. Продропал их специально три штуки, чтобы глянуть. Может быть, выпадет что-то 840-ое. Но не повезло, к сожалению. Последняя локация – Хавизар. Нас интересует поселок под названием Венджинхани. На холмике будет элитный моп, с которого падает арбалет. На текущий момент нас ожидает элитный моп, который находится далековато от всех врат странствий. Но ближайшая точка – это шепчущее древо. Главное, не запутайтесь, пока будете ходить по этим катакомбам. Подходим к статую, она оживает, и дропаем колечко. Поселок Виерес, наша следующая отправная точка. Бежим к болотам, там скелет, с него дропаются ботинки, ступни, башмаки. Последний элитный моп находится аналогично рядом с деревней Виерес. Мы вновь в нее отправляемся, и бежим теперь не направо, а налево. Взбираемся по холмику и убиваем мопца, пролутываем колечко. Уверен, вы получаете абсолютно все, что вам нужно, и повезет вам намного больше, чем мне. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Огромное спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok